да меня правда зовут андреем здравствуйте на самом деле ситуация действительно немножечко нетривиальная потому что традиционно вообще на всяких этих шагов ских делах что в большом что в малом шаге все-таки читают свои лекции люди которые чем-то разрабатывают алгоритмы пишут а у меня вот если вы всем видно вообще что на слайдах нарисована или экран так низко что не все видят там вот внизу написано что я директор по маркетингу сервисов нашей славной компании и казалось бы по крайней мере многие так наивно считают маркетинг штука от математики алгоритмов и больших вычислений далекая чтоб современная жизнь совершенно неправда и честно говоря у нас в департаменте людей которые занимаются классической математикой пишут тяжелые программы не намного меньше чем в некоторых сервисах яндекса и вообще как-то людей с физтех с ким грошным и прочим естественным образованием у нас сильно больше чем людей с образованием в классическом маркетинге потому что классический маркетинг он как-то очень сильно в прошлом веке остался вот и рассказать я хочу на самом деле о том почему это все офигенно интересно почему это красивые истории но рассказывать я буду как раз без математики а скорее на примерах а потом в конце у меня есть ссылочка на книжку если кому-то очень захочется дальше копать вглубь то эта книжка она довольно неплохо дает представление о том и какие методы используются в маркетинговой обработке больших данных кстати вопрос читать по-английски тут все умеют или не все они все понятно тогда часть слайдов неизбежно как всегда это бывает в рассказах про истории всякие глобальные у меня будут на английском не волнуйтесь тогда я просто честно их по перевожу хотя мой вам очень большой совет а если вы собираетесь чем-нибудь заниматься смыслом современной неважно науки вычислительной техники информатики интернете ребят учите английский нет шансов не хорошую работу получить не что-то толковое сделать если вам всегда надо будет ждать перевода или пользоваться неважно яндекс переводчиком или google переводчиком оба не дают нормальный перевод смысла ладно поехали для разогрева у меня два кейса то что называется вот кейсами примеры из истории из кейс который на самом деле с точки зрения маркетинга наверное больше всего рассказала больших данных и о том чем они грозят миру что они дадут миру и случилось это два года назад почти весной 2012 года есть такая большая сеть магазинов target в штатах огромная совершенно сеть сейчас она может быть на слуху у тех кто следит за новостями их очень круто круто взломали и украли кучу данных кредиток вот буквально несколько недель назад но target знаменит не только тем что у них украли под сотню миллионов данных пользователей он еще знаменит тем что они давно буквально лет так 78 назад начали всерьез заниматься аналитикой своих покупателей и занимаясь этой аналитикой они привлекли очень большое количество математиков которые использовали по сути дела те алгоритмы которые сейчас например яндексе используются в самых разных местах от поиска до нашей рекламной крутилки системы показа рекламных материалов суть вообще самая такая вот простая если в одной фразе выражать суть того что делал что сделала большие данные модными это возможность напустив алгоритмы и дальше я буду использовать слова машинное обучение очень часто и дав возможность этим алгоритмам обучиться на какой-то сформированные людьми выборки дальше пустить их самих принимать решение ну на самом деле вот по большому счету поиск работает так мы не по большому счету не знаем когда отвечаем на эти самые 100 миллионов запросов в день почему именно такая выдача по каждому из запросов пользователей алгоритмы решил что так лучше потому что на неком классе по мы его обучили в каждом конкретном случае объяснить до конца почему именно этот сайт оказался на первом месте до хрена нужно это алгоритм решил и у него были несколько миллисекунд на то чтобы принять это решение ну вот на самом деле в 2012 году примерно такую историю со своими покупателями начал проделать проделывать таргет как именно покупатели как во многих других магазинах расплачиваются в штатах чаще чем в россии либо расплачиваются кредитной карточкой либо расплачиваясь даже обычными наличными предъявляют свою карточку ну как там называет карточка лояльности карточка там почетного покупателя называйте как угодно на самом деле вот хороший вопрос знаете что такое куки в применении к веб-сайту о знаете как вы думаете а для чего карточки появились вот всякие карточки лояльности в мире да это куки то есть вот тут это кука это кука это метка вот как кука метка браузера в интернете метка человека в оффлайне в нормальном ритейле в нормальной розничной торговли это вот эта самая карточка потому что очень трудно иначе анализировать покупки если вы не знаете как они привязаны к поведению конкретного человека поэтому давным-давно еще на самом деле лет 30 назад появилась большая история про оптимизацию всяких продаж которая была привязана к тому что можно было отслеживать поведение отдельных людей а как отслеживать поведение отдельных людей особенно в то время в те времена когда меньшинство расплачивалась кредитными карточками и просто ну вот даче кому он принадлежит когда этот человек следующий раз пришел в наш магазин как у него в зависимости от дня недели меняется там величина чека и ассортимент товаров на нем для того чтобы отвечать на такие вопросы человека надо было пометить просто так он метиться не захочет поэтому нужно было дать конфетку конфетка обычно выражалось в том что он получает какие-то скидки какие-то подарочки какие-то что-то еще и он думает что ему эту карточку дали для того чтобы он скидка получил на самом деле нет чтобы за ним следить и в этом смысле вот такими куками являлись в оффлайне задолго до появления интернета браузеров и соответственно кук вот эти самые карточки лояльности которые подозреваю многих и и у вас есть там в каком-нибудь любимом магазине так вот анализируете данные таргет собственно говоря напустил на них алгоритмы которые следили за тем как в разных ситуациях меняются предпочтение пользователей что они вдруг начинают покупать что они перестают покупать и делал и эта система позволяла делать самые различные выводы в частности рассылать специальные предложения когда по мнению этого алгоритма человек в этих предложениях мог быть заинтересован и классическая история произошла вот в весной 2012 года когда в один из магазинов сити таргет прибежал взмущенный отец девушки школьницы при этом он еще там журналистов позвал письмо в газету написал что вы делаете вы хамите вы издеваетесь моя дочка вот я только что вытащил из почтового ящика получила целый ворох ваших буклетов для беременных она школьница какая к черту беременность что это за хамство что за безобразие и вот девочка сама на то же вода небе дикий скандал вот большие данные вот издевательство наруж над людьми через пару недель когда там уже официальные люди таргета приехали к ним домой начали извиняться там задарили какими-то подарком что скандал пошел в прессу что вот мы извиняемся чудовищная ошибка простите ради бога мужик потупился скал да нет знаете вы меня простите на правда оказалась беременной даже сама не знала а почему так произошло потому что оказалось что вот многие вещи ну например смена марки лосьона частота покупки некоторого некоторого класса и продуктов и гигиенических товаров меняется у человека просто всего физиологии даже на ранних стадиях беременности даже если человек сам еще тестов не прошел задержки не заметил не думать что она беременна а в поведенческих вещах что-то уже изменилась система это отловила она попала в тот самый кластер который был кластер собирающихся в обозримом будущем да когда только история произошла я читал в прессе что анализировали они траектории хождения по магазинам своих да они много чего анализировали если человек остановился у какой-то полки или там задержался где-то дольше вот в этом конкретном кейсе нет потому что этот кейс ясно довольно подробно разбирался интересные системы с трекингом интересные системы которые позволяют сделать сейчас в офлайне то что делают вот hit maps карты внимания на сайтах в онлайне этой системы современной в таргете тогда этой системы еще не стояла они не умели отслеживать то есть вот система которая работала в двенадцатом году отслеживал только истории покупки по человека предъявившего данную вот карточку постоянного покупателя и на основе именно этого там они даже говорили что там ушли какие-то лосьоны от что много было разборок на разных конференциях ушли какие-то лосьоны запаха мы при появились более нейтральный то есть там действительно история была вокруг вот физиологии хотя ты абсолютно прав в современном мире одна из классических систем с big data это системы которые расшифровывают данные вот с тех самых камер слежения которые стоят во всех магазинах они просто менее популярны чем истории с карточками но на вот конференции прошлого года в штатах было несколько очень интересных рассказов как рассматривая просто перемещение людей по большому моллу по ну там не знают вспомнить нашу мегу там европейский что угодно можно сделать выводы о том как правильно переоптимизировать там выкладку товаров специальные предложения в зависимости от времени суток дня недели и так далее опираясь просто на то что так вот секундочку сейчас все-таки снова пожалуйста на экран я немножко долго завис на слайде вот опираясь ровно на тоже на что опирается вебмастер который может в интернете использовать то что называется тепловыми картами сайта есть довольно много софта который позволяет следить либо за движениями глаз либо за движениями курсора по экрану и в итоге накапливаю информацию о таком поведении пользователя в интернете рисовать потом очень красивые карточки что вот человек вот сюда чаще смотрит на вашей странице а вот здесь он чаще елозит в итоге кликает мышкой вот подумайте как вам соответственно элементы на странице перераспределить ровно такие же тепловые карты вот внимание пользователей которые выражаются в том что он ходил ходил а у этой полки застрял сейчас стали очень популярны в оффлайне так что спасибо да очень правильно и точно в тему рассказ вот эта история про то как вообще срабатывают большие данные а вот история более современная очень смешная в прошлом году понял что я сам хотя бы много за большими данными занимаюсь иногда пропускаем ради чего люди запустили свой стартап и свою компанию есть такие браслетики там не один из них на руке вы не ради лекции наша датк нет вообще но это отличный совершенно браслетик который а сейчас в мире достаточно популярен вот это просто скриншот этого сайтика в мире каждый момент их продан несколько сотен тысяч в каждый момент примерно 100 тысяч бра браслетов активно о чем-то рассказывают помимо классических данных о том где ты движешься там бегаешь не бегаешь то что кучу вот всяких фитбитов и прочих других анализируют job он отличается тем что он очень неплохо умеет отличать в нем очень точно встроенный акселератор акселерометр который позволяет микродвижение кисти интерпретировать смотреть спектр этих микродвижений их амплитуду оказывается что когда человек спит есть две фазы сна так называемые быстро и медленной но более глубокий и менее глубокий сон и при этом он немножко по-разному шевелится в этих фазах сна поэтому job он рисует и за что его очень многие любят такую вот карту сна то есть как вы спали в какой момент вы находились в глубокой фазе фазе в какой момент вы находились в мелкой фазе сна практический вывод например состоит в том что он при этом может тебя будить когда ты находишься в мелкой фазе сна более как бы бодрый и свежий просыпаешься когда будильник срабатывает в тот момент когда человек находится в глубокой фазе сна он плохо просыпается и чувствует себя обиженным на жизнь а вот когда в быстрый ток она как-то приятнее поскольку они чередуются то браслет ловит тот момент когда ты в быстрой фазе в этот момент начинает вибрировать ну понятно что должен задать окошко какое что-то сбудите меня пол восьмого до восьми он любит когда-то в этот момент попадаешь в быструю фазу тут начинает вибрировать это легко просыпаешься как бы а вот почти сам проснулся действительно хорошо и собственно говоря у меня было подозрение что как бы ребята действительно сделал очень классный прибор все очень хорошо вообще классный бизнес продают сотни тысяч устройств они дорогие и тут вдруг натыкаюсь на то что проходят две новости во первых эти ребята нанимают себе тетеньку которая очень известна тем что она умеет хорошо продавать большие данные и разного типа данной кучи разнообразных маркетинговых компаний во вторых они начинают гордиться и говорить просто выступает их гендиректор и говорит слушать ребята вот теперь наконец мы начинаем заниматься бизнесом потому что то что мы торговали самими железками за это получали какую-то прибыль это все были игрушки и прелюдия настоящий бизнес начнется сейчас потому что мы теперь каждую ночь имеем данные о 60 годах то есть вот протяженность полного сна который каждую ночь фиксирует жабон на этих самых десятках тысяч там что сотни тысяч своих пользователей это соответственно примерно 60 годам сна каждую ночь люди продаж гео привязка естественно известно в каком городе в каком районе человек так спит привязка этого к куче других данных как выяснилось является офигенный дорогим товаром больше его купить негде и вот у меня на самом деле предложение давайте сейчас там три-четыре минуты пофантазируем не просто интересно как у вас работает фантазия кому и для чего могут быть до обезличенные что очень важно все вот такие приборы они не продают данных что вот конкретно андрей сибрант конкретно работающий в яндексе и проживающий где-то на соколе в москве спал сегодня 9 часов и вот в таком-то интервале у него был быстрый сон нет это конечно не продается там я всего лишь какой-то пользователь абсолютно обезличенный с идентификатором номер такой то который да понятно что живет в москве понятно что спит в основном на соколе ну и все моего почтового адреса они не знают прислать мне рекламу нельзя а вот данные обо мне и еще о сотнях тысяч людей продать можно можно агрегировать их как-то как вы думаете что полезного из этого можно извлечь идея есть можно составлять те же карты как бы мне кажется что у людей в одном районе должны быть примерно одинаково изменные пазы глубокого на и быстрого это может быть ничего так и нанее это должно быть что-то в медицине возможно как-то должно быть что-то масло каждое государство как-нибудь либо телевизионное новость как справедливо при этом лучше высыпаться думаю они просто хотят давать проследок а вы все правильно это первая фаза а дальше что а вот у вас какая-то бинга это одна это это одна из очевидных идей что можно понять что вот сейчас кажется в этом городе неважно почему то ли там циклон пришел то ли у них там не знаю катастрофа случилось и люди занервничали в этом городе сейчас правильно дать рекламу снотворных мире успокаивающих или еще что-то правильно один из ответов еще какие есть варианты задумались отличная задачка вы просто подумайте как можно почему люди имеющие оборот уже там в миллионы долларов на железках говорят фу слава богу мы кончили с этой детской фазы просто полка торговать какими-то железками на какие-то миллионы теперь мы займемся нормальным бизнесом теперь мы будем продавать данные которые эти железки собирают ассот а сне сотен тысяч людей это теперь считать нормальным бизнесом они сам сама торговля железками подумайте почему правда забавная история домашняя но на самом деле когда говорят большие данные это тоже важно сейчас понимать речь идет не только об объеме речь идет не только о том что они какие-то страшные большие измеряются неважно петабайтами чем хотите речь идет о том что на самом деле просто петабайт данных не интересен но на самом деле традиционно что-нибудь банки например располагают огромным количеством данных там движение средств по счетам транзакции которые проходят и просто карата карточкой расплатился карате зарплату перечислили чертов ступе тем не менее по большому счету эти данные никто не называет классикой больших данных они называют потому что хотя по первому критерию эти данные хорошо проходят там действительно их накапливается особенно за годы банки достаточно давно поставили все различные вычислительные системы там за годы много чего накопилось но вот по этим критериям использование средств использование данных в банковской сфере как-то особо не проходит хотя да сейчас они заволновались потому что во первых эти данные идеально структурированы они могут храниться в классических базах данных которые предназначены под то что мы точно знаю в какой ячейке что и как записано и вообще для банка это важно еще не хватало чтобы было нечетко ясно чей это счет как-то для банка это скорее катастрофа чем интересная информация но да мы по большому счету это по любому случаю катастрофа для репутации скорость да конечно не обрабатывают это дело более менее в реальном времени но они в реальном времени обрабатывают конкретно конкретные транзакции решение об этих транзакций на основе то есть понятно что когда ты расплатился действительно деньги должны упасть на счет магазина достаточно быстро тебе должна прийти смс к что платеж был но какие-то решения на основе анализа этих транзакций они не то что в реальном времени про их годами не принимают я кажется когда разговаривать банкирами ребят вы хоть немного можете начать работать быстрее потому что и или там хотя бы как-то вот с данные между разными департаментами согласовывать от у меня просто поражает когда я вот находясь пятый год на зарплатной схеме в вашем банке и вы вообще-то знаете какую зарплату я получаю я вдруг получаю от вашего соседнего отдела который занимается кредитованием уникальное предложение андрей кредит на фантастическую сумму в треть моей месячной зарплаты вы что с дуба упали ну вот понимаете мы еще не умеем их сопоставлять все какие к хренам большие данные если вы не можете сопоставить две вещи и в отличие вот того случая с таргетом понять что мне прислать чтобы я заинтересовался а не ржать начала рассказывать об этом на конференции хреново с маркетингом это классическая история с банками как я не это хотел сделать вот поэтому на самом деле по-настоящему вся история про большие данные эта история когда данные очень большие по объему очень разнородные зачастую не четко сформулированные и при этом их надо обрабатывать так чтобы какие-то решения на основе этих данных принимались мы почти в реальном времени то есть с точки зрения человека это недолго иногда это должны быть доли секунды как например в поиске или в рекламной крутилке иногда если это рекомендующая система на магазине там вообще говоря есть несколько секунд пока ты бродишь по сайту на то чтобы система подумала что те сформировать но в любом случае речь идет вот о таких временах а не о годах что наши аналитики обработав наконец данные за предыдущий год пришли к выводу вы нифига это уже небольшие да где это в мире сейчас активно живет это вообще говоря активно живет в финансах в медицине но вот еще раз в мире поэтому написал не обязательно у нас у нас вот как бы проблемы с государством который только-только учатся работать с данными и проблемы с медициной где этих данных просто катастрофически мало они не оцифрованы у нас слишком много материалов до сих пор в медицине живет в виде записей в медицинских книжках в разы вообще не хранится в каком-то цифровом виде поэтому там с этим беда а вот хай так интернет-компании да они и у нас также как и в мире в общем прекрасно умеют с этим работать в общем и другие другие индустрии подтягиваются тоже очень быстро и вот собственно говоря теперь немножечко примеров какие бывают индустрии слайды из доклада который я слушал почти год назад в сан-франциско на очень интересной конференции по большим данным очень красивый сайт вот этот самый antistricon и наверное классический совершенно пример больших данных потому что люди вообще говоря заняты вот так уже хуй люди сейчас заснуть вот что-то среднее да спасибо вот эта история про то что сайт вроде занимается интересным делом он так строит всю семейную историю человечества у них вот такая вот есть там компании которые хотят уповядочить разную другую информацию которую человечество породило эти хотят построить просто семейную историю человечества настолько насколько можно вглубь всего и оказывается что у них есть совершенно потрясающие разнообразные источники данных ну во-первых есть просто всевозможные записи о том что происходило в жизни человека на эту записи могут быть если кто читал вот аннотацию этой лекции когда я говорю что общего между я уж не знаю как вы в итоге сформулировать вот все-таки слова плевок употребили отлично между плевком или записью в церковно-приходской книге этот слайд отвечает на тот самый вопрос записи в церковно-приходской книге или там в загсе или еще где-то это записи о изменении семейного статуса записи о рождении о свадьбе разводах о смертях данные переписи и есть есть на данные которые пользователи этого сайта вводят сами вот я вот джон такой-то родился такого числа папа у меня был такой-то папа был из оклахома я сейчас живу в калифорнии и есть возникшие в сумме уже профили в немаленьком объеме 5 миллиардов профилей разных людей живших в разные века которые либо отсюда на самом деле попали уже в их базу данных причем здесь плевки плевки оказались еще одним интересным типом данных которые позволяют установить связи между различными записями дело в том что ну сами наверное знаете там это вот в детективах активно используются что вообще говоря есть днк анализ и по днк можно восстановить в том числе и рост не только вот что эта слюна принадлежит этому человеку на что вообще говоря вот эти две слюны скорее всего принадлежат людям из одной семьи причем вот этот вот отец а вот этот вот сын и они разработали данные технологии довольно быстрого экспресс-анализа которая позволяет вот такой вот ну отпечаток пальца в виде днк анализировать простейшим путем ты платишь там полный сотни долларов ну да вот 99 тебе присылают посылочкой пробирку ты в нее придешь а проявляешь ее обратно они анализируют и дальше занимаются мэтчингом дальше пытаются понять а поскольку такая база чем больше она нарастает тем больше в ней возможности построить перекрестные связи ага слушайте а его слюна на самом-то деле показывают что он связан вот с той семьей хотя это не прослеживается ни в каких записях здесь немало ли кто с кем согрешил днк то не соврет и таким образом оказался еще и не говоря уж о том что на самом деле в базе днк есть еще более интересные данные это данные например полученные из анализа каких-то биологических кусочков разных исторических людей ну грубо говоря там не знаю волос с головы наполеона который вообще говоря существует в природе который можно проанализировать и таким образом людей которые так или иначе казались потомками этого самого наполеоном по их слюне вычислить таким образом возникает ситуация при которой вот эти вот ребята используя данные еще раз от там древних запах записях в каких-то загсах тех времен и кончая супер современными технологиями анализа днк в вашем плевке позволяют строить семейные деревья и главное связывать вот эти самые записи для того чтобы в итоге во-первых понять что куча разных записей на самом-то деле относятся к одному и тому же человеку и главное и вот здесь начинается история классическая про большие данные используя всевозможные не уникальные идентификаторы потому что в этих данных очень много шума потому что ну во-первых имя и фамилия точно не уникальные идентификаторы они есть у кучи людей во вторых они могут быть с опечатками в третьих человек мог на самом деле ошибиться когда он заполнял историю своей семьи и на самом деле они он считают что его там прадедушка умер в тысячи там не знаю восемьсот девяносто пятом году и на самом деле тот прадедушка который по записям тумы в 1896 году на год позже но вот в семье так ли с легендами сложился огромное количество таких не увязочек нечеткость данных а тем не менее сметчить их надо и в реальной жизни такой нечеткой информации очень много если научиться с этим работать то оказывается что можно вообще говоря строить семейные деревья даже несмотря на то что кажется формальной ошибкой стандартный алгоритм с работают а вот пресловутые машинное обучение обучившись на том какие бывают типичные ошибки какой диапазон там рассинхронизации даты на самом деле надо считать что это одна и та же дата если остальные критерии совпадают этот человек действительно живет там его вот так звали и там 15 разных параметров совпадает кроме дата смерти блин это на самом деле тот самый человек просто вот ошиблись люди вот обучить машину анализировать вот эти миллиарды как мы видели да вся история с большими данными эта история где вот почему я говорю что с банками это не совсем большие данные а у них не может быть ошибки здесь эта история всегда про вероятность что даст с вероятностью иногда можно сказать что 100 процентов иногда 95 иногда с вероятностью 75 процентов он был вашим прапрадедушкой то есть да это одно из свойств игры с большими данными и почему например в маркетинге там или в том же поиске это нормально опять же вернусь к тому же поиску мы никогда не знаем что мы с вероятностью абсолютно 100 процентов на первой позиции по вашему запросу показали именно тот сайт который вы искали с высокой вероятностью знаем что он есть на первой странице это и есть и что мы можем сказать это та же история и вот здесь что конечно для каких-то связей вероятность не сто процентов дальше она уточняется если есть возможность ну да это все алгоритмы которые в этом смысле использовать как доказательство в суде нельзя да вот и вот неприятные свойства данных когда вот это вот большие данные в классическом понимании они собственно перечислены вот здесь что данные часто неполны потому что про разных людей известно разное ну разный набор данных данные часто содержат ошибки я приводил примеры потому что это могут быть и ошибки связанные с заполнением форум и ошибки в том же самом днк анализе там тоже вероятность не сто процентов а там 99 с чем-то и данные например они сейчас очень много занимаются распознаванием лиц на фотографиях из фотоархивах как любая история с распознаванием образов тоже история вероятностная и данные очень разнородно вы понимаете да вот последовательности в днк тесте до смутной фотографии 19 века и это все данные их надо как-то сопоставить вот поэтому здесь такой небольшой тизер пугалка что на самом деле победа разрабатывается специальная математика не знаю будут ли вам расскажите о диссонансных функциях дальше ну да под это развиваются современные и очень красивые интереснейшие математические методы которые позволяют выловить как то на 5 вот который позволяет выловить наиболее вероятные ошибки которые позволяют эти ошибки исключить при построении каких-то связей зависимостей и опять же поднять достоверность либо прогноза либо установлю построение этого чертового дерева и вот эта история которая живет вокруг машинного обучения нечетких связей постоянной обратной связи за счет того что что-то уточнилось теперь давайте по всей линеечке все поправим это классические подходы классическая логика вот такая верхнего уровня используем из современных больших данных и собственно говоря что ребята очень успешно строит в итоге они строят три вот такие большие штучки во первых действительно очень много людей нашли своей на самом деле там мили у них есть по несколько сот тысяч людей которые нашли своих разных родственников тем кто просто интересуется генеалогии удается построить генеалогические деревья гораздо более развесистые чем классическими методами анализа записи вот типа загса попутно поскольку эти данные глобально не получили интереснейшие данные миграции в том числе в историческом разрезе ну и раз одной историческую картину демографии да понятно покрывающую не все легко понять что у них данных про демографию миграции в сибири нет ни хрена ну как-то там никто и в их праве пробирочки не плевал и церковно приходные приходские книги все время были уничтожены там есть большие белые пятна на то что касается по крайней мере европы и штатов на два века прикрыто очень неплохо другой пример да вот да это science of love казалось бы вот вы кто-нибудь сайтами знакомств пользуетесь понятно еще не тот возраст для вконтакте к вам эту задачку решает понятно вот а есть несчастные много работающие американцы преимущественно достаточно зрелого возраста которые вот страдают от отсутствия пары и нет мы правда есть вот большое количество людей которые на все уже готовы начиная с какого-то момента в том числе на то что им поможет интернет компьютер и так далее в решении их семейной проблемы которые стоят в том что семьи нет и есть один из сайтов которые вообще говоря именно такого типа потребности обслуживать не найти быстренько девочку на вечер а попытаться найти вот ту самую пару которую более традиционными способами найти не удается и даже фейсбук не помогает сайт имеет большую достаточно популярность неплохо работает но вот посмотрите циферки 40 миллионов зарегистрированных пользователей пользователи про себя заполняют подробные анкеты и про каждого пользователя вообще говоря в результате разбора этой анкеты имеется порядка тысяч атрибутов и 100 миллионов предположений о том кто кому подойдет система делает в день да конечно да да конечно пытая попытается и вот здесь начинается еще одна интересная история про большие данные часть вещей часть выводов которые большие данные которые результат работы над большими данными дает они как бы понятны интересно они являются тем что это у маркетологов есть такое у рекламщиков дурацкая заимственность . inside такой вот озарение а я не знал как интересно вот иногда на очень полезный потом из можешь использовать это понимание в своей дальнейшей осумысленно человеческой деятельности иногда то что дает система непознаваемо непонятно почему и вот как раз эти ребята очень интересно рассказывали как когда не пытались проанализировать результаты а у них еще есть метрика успеха метрика успеха поскольку действительно сайт это ну он популярен среди людей которых правда хотят какие-то отношения установить то они очень часто заходят на этот сайт чтобы как бы отчитаться результате слушайте спасибо вам огромное мы поженились это нормально хороший успех почему дальше можно проследить когда у них такого типа статистики можно посмотреть как успех причем там метрики успеха могут быть разные что они встретились у них было больше десяти свиданий ну дальше блин оказалось что они все-таки вот не годятся ну вообще начальная идея видимо алгоритм была неплохая если им потребовалось десять раз погулять вместе прежде чем понять что что-то не то то есть вот были все что мы могли сделать мы сделали поэтому когда имею вот такую обратную связь они после то могли слушать и а вот какие из этих самых вот свойств человека ну точнее свойств пар свойств человека сказываются на том что они потом в итоге подойдут друг другу и будет ну хорошо сформулируем так приятно остаться друг с другом и по крайней мере провести друг с другом значительное число встречи значительное время вот да при условии что вот еще раз статистика большая сто миллионов рекомендаций которые системы выдает в сутки ну и дальше мы стали смазать по разным критериям вот пример совершенно очевидный был бытовой вещи который просто подтвердил все нашему как бы сказать интуитивные представления что вероятность успеха в зависимости от разницы в росте устроена вот таким образом что вполне очевидно ибо и и максимум довольно плавно приходится на вот такую разницу причем по разницу в эту сторону то есть понятно что нигде не падает в ноль то есть разные бывают пары наверно сами видели но чаще всего вот это происходит при таком 48 значит сколько там 10 20 10 20 сантиметров девочка ниже мальчика это вот лака локальный максимум такой размыты на этой функции что в общем не противоречит нашему бытовому представлению чтобы девочка она должна быть чуть как это более низкорослой правда вот и это вот как бы просто подтверждает нашу давно веками проверим любая сваха вам скажет наверно примером такую вещь не используя больших данных а вот данные удивительно интересные на самом деле я что нет много раз проверяли они сначала не поверили это вероятность успеха в зависимости от того насколько далеко не живут друг от друга и кажется что должно быть монотонно падающая функция чем дальше тем менее вероятно оказалось нет оказался быстро нажирается что вот на разница в милях нет порядка 100 километров после этого состояния перестает играть роль что вот 100 километров или тысячи или там сколько вот там 2000 почти 4000 километров а пофигу то есть когда у тебя уже вот ты готов ради этого человека проехать 100 километров или слетать за за 2000 это примерно одинаковая степень заинтересованности и функцию которую вот если там закладывать от фонаря или там от балды плохо из высоких это же интуитивно очевидно вот как любит это же очевидно что это чем дальше тем хуже хрен вот она может и очевидно но в жизни мы устроены вот так начиная с какого эта функция перестает и и сказываться на результате начиная с расстояния порядка 100 километров и это вот тот самый ну вот дальше психологов можно дело на это напустить и попросить их параметруют но это вот то что можно вытащить из данных и дальше учитывать например построение модели а вот еще одна интересная вещь для вас прикладная все аватарки в вконтакте ки держите как вы думаете вот есть в зависимости от того понятно что здесь просто приведены абстрактные примеры на эти до вопрос предыдущий слайд из их презентацию них очень красивая презентация вот я говорю сейчас то что я рассказывал про венцист реком про и harmony это кусочки из их выступлений на конференции big data в сан-франциско в апреле прошлого года вот ну и да и те про которые рассказывают обычно то что с ребятами обсуждал после доклада так чтобы понять чего не делали да конечно там один из примеров будет вот через два слайда поверьте более прикольный на самом деле еще а еще одна история и оттуда же вот здесь не обращайте внимание на то конкретно там физиономия мальчика девочки или так далее здесь речь идет о том что можно разбить картинки которые люди прикладывали к профилю грубо говоря на 4 класса понятно там непрерывные функции мы можем разбить на 4 класса вот совсем крупный портрет совсем мелкий портрет то есть вообще вот фигуры на фоне заката и два промежуточных случая вот там портрет такой немножечко с бюстом и вот почти все туловище но без ног вот грубо говоря разделить на вот такие четыре класса можно дальше посмотреть просто вот после того как кто-то первый раз увидел анкету при прочих равных условиях там рост у них совпадал и так далее просто вот реакция на морду на аватар и вероятность того что они что человек пошлет письмо тому ну вот она это опять не монотонная функция хотя когда я спрашиваю у людей которые даже у нас занимаются но не занимаются анализом а занимаются некоторым работа с большими данными не имеют здесь некоторые системы дать она это монотонная функция понятно чем больше лицо тем чего лучше контакт не фига на самом деле оказалось что если ты запомнил своей физиономии всю аватарку это не оптимальная стратегия если хочешь иметь максимальное количество фидбэка максимальное вот оно потому что вот это просто грубо говоря размер кружочка отслеживает вероятность отправки письма человеку с аватаркой содержащий такой процент его фигуры при прочих равных обстоятельствах романтика себя на фоне заката вообще не работает вот и вот это уже история которая тоже так же как и предыдущий случай не то чтобы сразу интуитивно очевидно не так люди устроены то есть кучу вещей потом психологи конечно психологи они как физики теоретики и в свое время когда физикой занимался очень любил объяснить могут все что угодно на следующий день приходишь ребят на самом деле я наврал была ошибка в эксперименте она была тем более сейчас объясним и объясняю . россия это физико-теоретика может быть почти любой экспериментальный результат но поэтому приходится немножко думать над тем чтобы вот данные были надежны а вот то что я обещал как на вероятности опять же это это метрика успеха вероятность того что они потом в итоге смогут некоторое время ходить обедать вместе в зависимости от от предпочтений казалось бы опять же линейная логика они должны быть просто одинаковые то есть если люди любят еду одного класса ну скажем оба вегетарианцы да но это казалось что если они оба вегетарианцы то окей да это вот афинеси 44 процента то есть 44 на 44 процента вероятнее чем в среднем что они довольно долго удержатся а вот если они любят гамбургеры только специальный класс людей они скорее всего пересобачиваться сразу и вообще заметьте что у тех у кого где хотя бы у мальчик или у девочки есть гамбургеры у них все и вертикали горизонталь красная то есть вот так просто мелкий совет не очень афишируйте представьте к макдональдсу если хотите это эффективно ознакомиться мешает да 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 я абсолютно согласен я абсолютно прекрасный кстати комментарий что все такие вещи надо всегда очень аккуратно переносить на отечественную почву что вообще куча результатов которые получены неважно в америке в европе а уж я не говорю в китае или в японии переносить мучах много работая в турции научились что вот ребят опыт одной страны на другую казалось бы очень универсальных вещах нельзя переносить по-другому устроена культура традиции привычки вкус и психология до абсолютно правильный комментарий это америка и я конечно не рассказываю это вы уж понимаете как прямое пособие тем кто сейчас срочно начнет править свой профиль в соцсети я рассказываю это все как примеры как она работает и понятно что если бы такие данные обсчитать на каком-нибудь хорошем репрезентативным с правильными аналитиками отечественном сайте мы наверное получили бы немножко другие данные слушай это отдельное умение любого аналитика как правильно сегментировать как правильный быть категории кстати важное очень умение при интерпретации данных но надо заметить у нас в общем есть внятные аналитики в природе в нашей стране которые это умеют делать ну то есть вот это отчасти ответ понятно что ребята как всегда когда люди что-то рассказывать на конференции они не рассказывают всего что у них есть под капотом и когда они говорят что у них вообще говоря есть около тысячи атрибутов которые они знают про каждого зарегистрированы в максимуме не знают про полноценно зарегистрировавшиеся тысячи атрибутов за счет неполных анкет про кого-то знают меньше какое количество различных хитрых корреляций они выловили чертова знает но гораздо важнее что еще больше они не выловили потому что еще раз произношу то самое слово которым клялся вас травить сегодня весь день машинное обучение вот алгоритм анализируя огромное количество данных повод этой самой тысячи атрибутов и метрики успеха что вот эти люди пошли встречаться и даже некоторое время продолжали принимают решение кого посоветовать и при этом понятия не имеем что этот алгоритм на самом деле подскажет почему-то он принял такое решение то есть сделать реверс инжиниринг лишь того что делает машин лернинг иногда удается то есть иногда можно сделать вот такую декомпозицию сказать что вот явным образом если мы все зафиксируем посмотрим только предпочтение в еде то окажется что вот с фастфудом есть проблема но в большинстве случаев понять почему вот он именно эту девочку не эту мальчику алгоритм так решил он там быстренько пробежался по низким миллионам профилей сопоставить не и вот картинка такая почему это одна из важнейших вещей вот шутки шутками а это одна из важнейших вещей про большие данные одна из вещей которые очень многих сейчас пугают мы перестаем понимать почему то есть на самом деле вот классический искусственный интеллект как она писали фантасты построить не удалось вот построить систему который эффективнейшим образом и в общем неплохо с точки зрения конечного результата вероятностно неплохо а принимает осмысленное решение можно и мы не знаем как она это делает дальше можно философствовать это фил интеллект не интеллект она штока определенную то есть вот эта система хорошо умеет понимать решение с мэтчингом пар и подозреваю что явным образом она бы не смогла работать у нас на поиске или там построить правильную картинку движение с учетом пробок хотя там базовая математика примерно одна и та же но вот эта конкретная система обучена исключительно на мэтчинге поэтому трудно назвать интеллектуальная она вот очень специализирована но зато внутри этой специализации она работает лучше любой профессиональной свахи и никто не знает как вот это представляю вот эта история про то что большие данные это не классическая логика традиционной науки давайте посмотрим на эти данные и построим силы нашего разума обобщающую модель никаких моделей мы не знаем как она работает как обучить и выдавать оптимальные с точки зрения вероятности результат как и почему не знаю и это вот вещь которая вообще говоря о многих сильно пугает потому что тот момент когда оказывается что она работает эффективно но никто не знает почему а у человека есть такое свойство думаю надеюсь что и у большинства и из вас есть вот желание понять а эта штука и вот классическая наука на вся про понимание про объяснение мира вся история с умным машин лернингом эта история про то что наоборот создаем некий черные ящики которые почему-то работают мы сами не имеем понятия как ну и вот чуть-чуть возвращаясь к от свиданий от генеалогических деревьев а чё тебе ну я пока я расскажу откуда фраза взялась просто это вот опять же но слушать мы вы все видели кун сайт я надеюсь иначе здесь же живет слава богу а кроме яндекса ученечки и очень часто на сайтах бывают какие-нибудь кнопки я имею ввиду что эта кнопка может быть там купить заказать подписаться завести яндекс почту если кто-то только найти вот если кто-то на яндексе был вообще говорят в любой там электронной коммерции или там в куче коммерческих сайтов даже если это не коммерция там не знаю сми и люди хотят чтобы там на них подписались есть какая-нибудь кнопка вызывающие действия и это действие является целью то есть во многом разе нее построен сайт там электронный магазин построен ради того чтобы чек нажал кнопку положить в корзину и оплатить там для многих сми очень важно чтобы чек там подписался или не знаю там поставил страницу как домашний то есть куча таких вот кнопочек действия которых является критически важным для бизнеса который этот сайт обслуживает и понятно что при дизайне такой кнопки всегда возникает вопрос слушать а какого сделать его размера цвета что на не написать ну очевидный вопрос казалось бы и есть грубо говоря три типа поиска ответа ответ простой вот я посмотрел и мне понравилась такая кнопка вообще так и сделаю на самом деле очень часто решение так и принимается особенно в малых бизнесах вот собственно близко посмотрел там нам не знать три студии нарисовал три дизайна целиком так кадр пожалуйста вот этот дизайн начальник сказал пошли сделали есть продвинутая точка зрения ну считающийся продвинутый на сегодняшний день ее любят специалисты по юзабилити слышали такое слово ну вот юзабилисты где-то ребят надо провести обе тестирование надо показать ну допустим у нас есть для простоты только два варианта дизайна в принципе их может быть 10 от немножко удорожит тестирование давайте покажем разным группам пользователей причем репрезентативным группам в одно и то же время в одной в одном и том же месте кнопочки разных видов и посмотрим коэффициент конверсии и вот если окажется что в итоге красная кнопочка сработала с точки зрения результата вот там покупок числа подписчиков в два раза выше вот этой семьи то мы поставим красную это научно доказано путем обе тестирование что на самом деле говорит современная история с машинным обучением ради слушать и когда будут от тестировали если у вас вот здесь был 0 это означает что было какое-то количество людей да эти эту кнопочку выбралось там не знаю в пять раз больше людей да она была вот та самая 1 6 который выбрал вот эту кнопочку им почему-то этот цвет нравится больше чем тот который нравится большинству всегда есть диссиденты маргиналы оригиналы революционеры называйте как угодно есть чё с ними делать классические юзабилисты году блин пускай идут за большинством потому что классический юзабилити эта история про абсолютное подчинение меньшинства большинству а чё говорит история с машин лернинг слушайте а давайте мы посмотрим вообще если какие-то корреляции мы четко людей знаем вот они там ходят по интернету чего-то делают и давайте сопоставим вот те которые там не знаю случай на самом деле как не смешно более-менее реалистичный пусть это будет яндекс и пусть это будет наше знание про поведение людей на поиске вот мы допустим знаем сколько в среднем результатов на странице результатов поиска человек называет нажимает мы знаем с какой вероятностью он уходит назад когда она работает в браузере с какой вероятностью нажимает кнопочку back и еще 150 параметров в нашей жизни полторы-две тысячи тут те масштабы числа параметров с которыми работает машинное обучение яндекса напустим туда алгоритмом и просто да дальше как в классическом обе тестирование мы вывесим обе кнопки и будем алгоритм будет каждый раз сравнивать вот это вот знание наших полутора тысяч параметров поведения пользователя и выбранный им цвет и чё в итоге мы в итоге будем опять убрать нет мы в итоге когда будет приходить к следующий человек когда могут алгоритм так обучили мы будем показывать ту кнопку которую он нажмет с наибольшей вероятностью потому что мы знаем что чек с таким набором признаков в два раза вероятнее нажмите красную это не стопроцентная история опять эта история опять же вероятностная мы никогда не поймаем абсолютно всех но мы можем поднять конверсию гораздо выше чем если бы мы выбрали просто одну какую-то кнопку на которую нажимает большинство причем на самом деле дальше постановится послушать а почему только два цвета давайте всю радугу запустим машинный алгоритм он алгоритм он железный пускай обучается и будем показывать одну из 150 кнопок в зависимости от корреляции между вероятностью нажать на кнопку одного из 150 цветов и тех полутора тысяч параметров которые у нас есть так работает современный понятно что вот ни в каком классическом обе тестировали уж тем более в таком варианте не бывает рассмотрение 150 вариантов там бывает хорошо если три обычно два в этом варианте вдруг оказывается что вообще можно убрать на хрен дизайнера юзабилиста потому что во первых не надо принимать решение в каждом конкретном случае решение примет умненький алгоритм это вот то самое неприятное будущее да я ребятам которые такой эксперимент реально у нас проводили в одном магазине и по и гордо сказали что ребят вот мы сначала платили нашему маркетологу юзабилисту зарплату целый год и очень медленно росли продажи а потом мы заплатили примерно 5 процентов от этих денег одному программисту который нам написал соответствующий скрипт и продажи выросли за месяц больше чем за три предыдущих года поэтому больше у нас не маркетологов не юзабилистов команде не будет от маленький стартап они очень считают деньги и тогда им сказал но у ребята вариант это вам все-таки дизайнер на и салон где слушать да фигня варианты может комбинировать тот же скрипт ну понятно что чем больше у вас становится таких вариантов тем хуже с временем набора статистики поэтому да если у вас не очень посещаемый сайт для того чтобы набрать какую-то статистику обучить алгоритм неплохо бы какую-то затравку сделать выводил чтобы в итоге процесс когда он длинный он сойдется независимо от того какая была затравка да это не отвечает на вопрос а как нарисовать правильный логотип вот правильный логотип который заполнится там перебором наверное не решишь в этом месте дизайнер нужен и куча вещей связанных с эмоциональным восприятием они действительно с особенно запоминанием всяким они действительно до сих пор требует человека творческой профессии куча вещей вещей связанных скорее с рефлекторным поведением на самом деле вот хорошего психолога юзубилиста и дизайнера можно заменить скриптом это не универсально понятно но во многих случаях можно та самая история что это не совсем искусственный интеллект который вообще может целиком сайт сделать не может пока но часть решений которые казались бы очень человечными требуют знания опыта интуиции ни хрена требует машинного обучения а ты со своим знанием опытом интуиции идешь на рынок труда вот и поэтому на самом деле вот из всего этого возникает еще одна история не буду честно не останавливаться но она очень важная потому что я все время здесь пропускал то что ребят все вот эти вот алгоритмы которые работают вот за исключением первой истории с таргетом это алгоритмы которые работают анонимным и не то что вот знаем про этого вася где он живет какой он телефон с какой он девушкой встречается и что он любит красные кнопки не знали знания с какой девушка встречается имеет слабое отношение также как его конкретный адрес к принятию такого решения гораздо удобнее работать с анонимными полностью какими-то абстрактными айди и работать по ним с тем чтобы потом когда вася пришел сказал а вот вы точно знаете какую кнопку я люблю понятия ними и сказать это совершенно честно и не 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 врать и иметь возможность глядеть глаза поэтому все вот эти истории они очень часто в головах людей складываются вот в такую картинку что вот это вот за мной все следят и понимают все даже какому кнопку цвета кнопку я хочу не за тобой никто не следит а я слушайте вот недавно общаться с ребятами которые журналистами которые очень любят выискать какие сенсации и они начали задавать классические вопросы не очень умных журналистов вот вы еще в меньшей степени а вот гогол они сволочи они читают нашу почту потому что я вот когда в гмейл захожу у меня контекстная реклама она связана с собой с письмом то есть что же это за скотство его ребят но это же не люди читают вы же понимаете какое количество пользователей гмейла но все равно какая-то программа читает мне от этого не комфортно слушать ребята вам никогда не приходило в голову что вообще говоря уже много-много лет абсолютно каждое письмо читает какая-то программа иначе вы пользоваться почты не могли бы давно программа называется антиспам потому что любое письмо приходящую на любую публичную почту пропускается через программу которая читает это письмо сволочь такая и принимает решение повесить флаг спам равняются триумфе или появились там равняется фалс и в зависимости от этого вы письмо вообще в инбоксе увидите или она уйдет в треш или там в отдельную папочку спам и это давно и это почему-то никого не возмущает все довольны чем с точки зрения программы отличается программа которая принимает решение что это письмо спам или это письмо не спам и вы должны увидеть от программы которые принимают решение рядом с этим письмом мы повесим повесим рекламу программа никто не читал вашу почту и не стекала дни слюной там не было человека с нехорошими глазами ну вот как то вот эта проблема восприятия проблем антропоморфизма в тот момент когда вы видите не вот это решение которое вы не осознали что каждое письмо ваше письмо читает серьезная антиспамовая программа на самом деле гораздо более сложная и тоже кстати построена на машинном обучении чем-то который придумывает какую рекламу вам показать рядом с письмом но этот антиспам никого не колышет морально я не видел массовых требований отключить программы антиспамы потому что они шпионские а вот массовые требования отключить блин показ рекламы в почте потому что вы шпионите за мной встречаю регулярно в штатах так просто любимая тема да да еще раз конечно я а мы стараемся показывать рекламу только на почте не персонально то есть если мы идентифицируем письмо как рассылку и тоже поняли что это работает потому что если это письмо не от твоей любимой девушки а письмо от электронного магазина рядом реклама люди не обижаются должны были прочитал такие это ни от кого не прячут письмо это формальная рассылка а вот если это рядом с нежным письмом девушки тут он начинает нервничать между прочим антиспам прочел и то и другое и он в обоих случаях не нервничает но свойства человеческой психологии что поделаешь я просто к тому что вот эту историю особенно история с антиспамом и рекламы в почте очень хорошо показывает что на самом деле история про то что за нами все следят она конечно в жизни имеет место пока вы сегодня ехали в яндекс вы попали наверняка в поле зрения хорошо если десятка то и больше различных камер которые вас записали с гарантии мы так устроена современная жизнь но честно говоря никто не будет просто просматривать эти записи и там не знаю выискивать особенности вашего макияжа тушь никому там нафиг не нужно до той поры пока вы случайно они оказались на одной улице с какой-нибудь криминальной сцены которую да действительно люди будут просматривать очень тщательно поэтому как бы есть вот общее свойство современного мира про то что да за нами вот в том числе так следят читают нашу почту чтобы избавить нас от спама пишут все происходящее на улицах чтобы немножко эффективнее опять же не на сто процентов ну хотя бы чуть-чуть эффективнее ловить преступника поэтому вот история про то что все то что я рассказываю эту супер слежка нет это не алгоритм супер слежки это на самом деле алгоритмы которые в разных местах пытаются сделать нашу жизнь чуть более эффективный показывать нам информацию которая нам более релевантно показывать рекламу которая как-то нам несколько ближе хотят тоже далеко не всегда получается вот и сводить это все к тому что лишь бы вам за мной по шпионить это тяжелая паранойя не правда нет как я знаю ну по моему опыту слабо королеву с образованностью человек образованный точно знает что он читает его письма ему легче это принять наоборот общая серая масса наоборот вот средняя серая масса не задумывается а человек образованный как раз тут ты начинают писать возмущенные письма но можно это так сформулирует рассказать что образованные люди к вообще прогрессу изменению относятся очень по-разному образованность сама по себе не гарантирует гибкость мышления и легкое восприятие нового поэтому там опять же боюсь все не совсем линейно так была рука да даю да 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 даем понимаешь на тоже все это же та же самая история там тоже рекламы на яндексе у нас от кнопочка называется учитывать мои интересы при показе рекламы и конечно не можно отключить другое дело что поскольку таких людей все-таки не очень много эта кнопочка не то чтобы она была самой главной большой на каждой странице так теперь они хотят этого вы же меня не научили где найти вот у нас вообще рядом с любой рекламы должны пришли огромные кнопками показывать мне рекламу и не учитывать мои интересы но простите меня вот здесь начинается большая неприятность я надеюсь что в дальнейшем строго говоря это вот история про красную и синюю кнопки мы на я более чем уверен что в итоге мы на и научимся этих людей у них подозреваю есть четкие отличия вот в их почерке новых бы в их поведение и мы начнем показывать большую кнопку отключи все на свете и успокойся да мне ручки я знаю что что ребят ну сейчас пользоваться смартфоном в котором отключена функция gps в общем достаточно неудобно в кучу случаев это просто реально помогает но я знаю серьезно людей которые прежде всего отключают все отключают вай фай потому что они же не засекут они же передадут я буду что как вы вообще телефон держите включен и поверьте оператор знает просто по триангуляции по вышкам ну не так точно как по вай файу как по gps но с точностью метров пятьдесят в городе типа москвы пока у вас вообще включена связь вас вычислить можно я знаю дектора всерьез задумывается ну наверное я буду не пользоваться сотовым телефоном ну вперед ребят то есть да вот может дай точно никто никогда не были вылезно продать историю про мировым в джону нахрен ты никому не нужен но головы устроены по-разному ничего не сделаешь серая масса может и не задумываться об этом а сейчас устрою эксперимент пошли каждому письмо из и объясни как работает антиспан не объясняя что этого благо не говоря что письма читают не люди не говорят они читают ваши письма поэтому вы не получаете спам что случится очень большое массовое движение это отдельная история правда абсолютно правильно утверждение я просто сильно за пределы это попадает в область моих интересов как маркетолога но сильно выходит за пределы нашей сегодняшней лекции история про манипуляцию массовым сознанием да да это эксперимент на самом деле на самом деле психологически причем опять же как поставим вопрос и что-то написал там тоже можно получить очень широкий спектр реакций при условии что смысл один и тот же мы изложим по-разному то есть там из истории по психологии восприятия истории про то как факты интерпретируются распространяются фальсифицируются или ведь на самом деле по большому счету фальсифицировать факты не обязательно вся пропаганда по хорошая пропаганда построена на фильтрации правды потому что фильтруя вот поток совершенно истинных сообщений можно идеально стоп так голова у нас опять же устроена за развернуть человека по отношению к любому событию в диаметрально противоположной точки зрения и мы ни разу не соврут да 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 знаете я это седой старый я учился в университете марксизма ленинизма когда работал еще в курчатнике нас туда по вечерам гоняли так вот нам там читали курс пропагандиста советская пропаганда прекрасно в 70-е 80-е годы это знал и этим пользоваться и нам бы что когда вот вы там проводите вперед как вот осознательно ученые выступаете там перед рабочими вашим экспериментальным цеху никогда не влите поверьте правды про америку столько чтобы оказалось полным говном просто не рассказывайте вот про то что вы видели когда есть на конференцию а вот как негров бьют там же правда убили гео негра в прошлом году вот проект рассказывает это классика которая правда работает поверьте она к сожалению работают сейчас с разных сторон баррикад где бы эти баррикады не были либо обе стороны все в любом вот современным там политическом идеологическом как он использует эту технологию использует блестяще они все говорят правду только не очень хорошо фильтруют так вот я снова просто для того чтобы у вас если есть какие-то два слова которые хочу чтобы вас оставить в голове после сегодняшней лекции кроме биг дэйта которые были в начале это два слова машинное обучение вот поэтому сейчас я теперь уж совсем быстренько просто в качестве устали пока перерыв не надо то мне сказать что если я вас совсем заболтаю то вас надо это прогуливать вот совсем совсем быстренько рассказываю что такое понятно без алгоритмов я не знаю будут у вас а большинство поднимите руки а я не собираюсь вам читать лекцию про а ну отлично да тогда слушайте об этом можно было предупредить тогда бы я вам не показывал тогда бы я не показывал слайды которые обычно показываю маркетологом которые прислали экспоненциальный разгад какой какой это не я это у нас дизайнеры у нас чуть-чуть оформлять слайдов много кто умеет вот поэтому а 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 вот поэтому эта история про то что вот опять же те технологии я не знаю на вам на примере какой рассказывали картиночку обратно кроме спам но отлично да то есть на самом деле вас если вам рассказывали про распознавание картинок и рассказывали про поиск то это вполне даст достаточно для этой картинки я приведу тогда сейчас чуть-чуть примерчики из рекламы и пролистаю быстро вот это потому что сейчас так мне приходится рассказывать еще не потому что у меня других вариантов нет а мне приходится разговаривать с классическими в основном девочками с маркетинговых факультетов например которые у них с арифметикой плохо не то что с какими другими разделами математики поэтому для них и мне приходится вот и кстати полезное свойство может быть и вам как пригодит им про матри кстати про матрика сначе не слышали это одна из наших технологий машинного обучения мне приходится про него сказать вот так вот представьте себе что есть много много данных вот такое водохранилище нам надо какую пользу получить вот можно построить плотину и тогда это будет от перерабатывать в электроэнергию которому от которой будет работать лампочка вот это у вас называется матрикс нет понятно здорово вот 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 поэтому нет но еще раз слава богу тогда я не буду произносить более умные слова вокруг этой картинки но в случае рекламы есть действительно классическая задачка который очень хорошо решается методами машинного обучения эта история про целевую аудиторию потому что так исторически сложилось что в общем все конечно всегда хотели как-то раз рекламные деньги и маркетинговые деньги расходуют более менее осмысленно и поскольку про человека в до цифровую эпоху в общем не очень много чего знали в чем до цифровую я имею ввиду совсем даже тогда когда вот еще не было этих карточек и возможности как опять же вспоминаем таргет построить некую модель над данными о покупках а вот в совсем совсем древние времена все что можно было узнать как-то человеке ну вот опять же из простых соображений у человека есть вот пол и возраст такие присущие ему характеристики ну еще доход если мы вдруг каким-то образом это можем узнать и собственно вокруг этой модели построен классический маркетинг последнего там столетия примерно потому что до сих пор можно услышать от этих самых уважаемых маркетологов их учат сейчас в 2014 году в вузах именно этому что вот давайте создадим характеристики наша целевая аудитория эта девушка в возрасте 18-24 проживающие в большом городе что за хрень только потому что вы умеете этими тремя фактами оперировать возраста размер населенного пункта вы считаете что они как-то характеризуют потребительские поведения но чем богатый чем богат этим рады понимаешь дело в том что это неправильное определение от жар одежду может хотеть купить девочка другой возрастной категории просто потому что она себя чувствует на этот возраст идея идея геотаргетинга некоторое время назад начало проникать в эти консервативные умы но медленно вот поэтому приходится в том рассказывать о целях аудиторию это не обязательно человек который вот описывается простейшим соцдемом полным возрастом может быть там географии и уровнем дохода почему вас давно учили это гораздо более абстрактная характеристика или ничего не знаю про этого человека кроме того что он купил ваш товар целевой потому что мы про него знают ходит сволочь и каждую неделю покупают газировку ваши вашей марки какой вам при этом полу возраста слушать а зачем вам это знать мы знаем что такие людей а дальше давайте разберемся дальше у нас есть куча других людей но этих людей можем как-то отследить и напустить наши алгоритмы машинного обучения и пускай они выяснить что их объединяет может быть их объединяет возраст нечестно я про возраст не знаю но скорее их объединяет какие-то другие вещи которые мы можем отследить у себя типы сайтов на которые они ходят время проведенное на странице на самом деле удивительно интересные вещи не скоро просто начинаешь смотреть вот так внимательно анализировать типы людей как они себя ведут на странице вот оказалось что вот если губ мы вместе с психологами сидели самая грубая классификация вот плюс минус есть два человека есть две категории есть категории людей которые очень быстро что-то проглядывают куда-то кликают часто ошибаются возвращаются кликают куда-то еще такие вот исследователи есть люди у которых практически нет использование кнопки back в репертуаре и раза в три больше времени проведен на странице они тщательно прочитывают все обдумывают совершают обдуманное действие снова тщательно прочитывает все совершают следующие обдуманное действие и когда мы занимались этим делом ну вот не машинным обучением а классическим анализом нас все время не сходилось немножко статистикам мы пытались понять вроде вот эти две категории есть ну как чет немножко фонит все время начали разбираться казалось есть еще одна категория эти еще медленнее и понять что они делают вообще не вот когда мы их примерно 20 процентов вот когда мы эти 20 процентов выкинули дальше оказалось все дальше все там кластеризуется интересы выделяются а есть 20 процентов которых не кластеры интересов то есть они ходят абсолютно всюду от научных журналов до комиксов везде проводят одинаковое время еще делают не ясно запросы не классе их к счастью не 20 процентов то для понимать что модератор может себя так вести это тяжелая работа на 20 процентов населения вот в общем оказалось что там есть вот читатели исследователи и медленные в американском смысле сапири перевода слова слову там все не так просто этот эффект тоже есть кстати это тоже один из значимых факторов вот число открытых вкладок это одно из один из поведенческих факторов которые довольно сильный сигнал дает так между прочим тоже человек характеризуется назвали одну хорошую метрику по-разному вот в общем дальше можно обучить на выборке попытаться построить классификацию а дальше просто хочу привести несколько смешных примеров потому что мы решили какую задачу не то чтобы совсем мы она попытаюсь посмотреть это опять же это это не результат это это побольше это побочный результат что ответ то был какой ребята выдавайте нам нужно показывать рекламу ну правильно потому что вот так это сформулировал клиент у нас товар для мам с маленькими детьми нам этим вам надо что-то показать попутно мы посмотрели какие запросы у них оказываются в разы более частотны чем в среднем по потоку оказалось что вот ну это более-менее понятно а вот дом 2 новости и брокколи почему брокколи брокколи потому что дети едят но могут быть отлично вот видите тут все хорошо объясняется например оказалось что я бы вот ровно так смотрите так это же очень классно вот вы сейчас мне все объяснили то есть получается что с одной стороны конечно можно было силу разума предположить алгоритм пока сказал что брокколи вот оказалось что выделить мам с детьми про можно по каким-то специфическим запросам и можно долго вот нанять группу экспертных мам и спросить а чего вы спрашиваете а можно пустить алгоритм сначала на небольшой выборке потому что просто вот у нас есть некоторое количество людей в панели просто честно набрали людей в панели тут маркетинге приходится делать так что ребят вот мы вам за это платим деньги сейчас софт за вами будет следить в течение какого-то времени дальше проанализировать их поток запросов и напустить уже на полный поток запросов нашу систему показа рекламы что если у человека не в меру часто брокколи то наверное мы можем показать рекламу этого самого товара для маленьких детей и работает там продажи растут в разы ну вот еще несколько примеров как это всего лишь да 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 это абсолютно правильное утверждение есть наши внутренние термины все мы очень много в том числе и внутренней рекламы показываем по обучению обучающие выборки продукт протухают за месяц примерно да то есть конечно абсолютно правильный комментарий обучающая выборка я подозреваю что вот с точки зрения худунов наверное всегда но когда вот выборка строится мы не знаем как алгоритм будет выбирать потому что в него в том числе попадают конечно и вот такие вот наверное смотрите что спрашивают гейме геймеры так верните кадр пожалуйста причем вот слову приворот мне в голову бы не пришло блин там афинити почти 300 процентов ну может быть в общем а это был хороший клиент оскал нам нужны нестандартные это он торгуешь не это уже как бы мейнстрим нам нужны люди вот совсем такие долго пытались понять то он показали ему каких-то людей там на наших панелях да 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 вот это вот те самые какие-то не все вот такие вот мне они нужны что оказалось их обозвали бы пендрежниками какие запросы у пендрежников оказались характерными не выпендрежник поди спроси у яндекса ну какой нормальный чек будет это вот а теперь просто потому что шутки шутками она просто работают и опять же я просто привожу эти примеры для того чтобы показать как бы сказать масштаб явления это не означает что мы можем таким методом вынуть абсолютно всех мам с детьми или в пендрежников или всех онлайн геймеров нет это просто как во всех этих ситуациях с машинным обучением позволяет в разы поднять эффективность общения с ними ну и вот казалось бы очевидная задачка была одна из наших внутренних задачек нам нужно когда мы человеку показываем какую-то рекламу на обычном доступном компьютере хотелось бы знать является ли он владельцем как какого-то такого устройства ну там планшета или смартфона под который у нас есть программы и мы хотим ему рассказать что они есть и можно провести три компании ну первую вообще никак не 3 где показать всем можно показать обучивши на выборке когда мы знаем по выборке людей с этими устройствами ну например потому что они к нам заходили с этих устройств у нас то в логах осталось и дальше их особенности поведения пускай алгоритм выловит во всех остальных про как который к нам например не ходили с айпаде к ну и сделать жесткий совсем таргетинг тех кого мы знаем что это вот точно люди которые под своим логином читали почту на смартфоне например гарантирован то что один лучше чем любая кука привязан смартфон вообще делаясь персонально поэтому с чекут это он они его там родственники или коллеги по работе если человек своим логином читал почту на значит у него действительно есть смартфон когда он под этим логином вдруг оказался на морде яндекса на большой скорее всего тот же самый человек это гораздо эффективнее чем любая другая провязка ну и сравнить вот все эти варианты но оказалось что это классическая простейшая метрика вероятность того что кликнет на какое-то объявление если показывать на всех без разбору то она получается вот так если показывать по логину то получается очень неплохо но охват очень мало потому что вот людей про которых мы точно знаем по их злогинной деятельности на смартфонах что у них этот смартфон есть очень мало а дальше есть люди которых там в десятку вот в результате действия этого алгоритма было выявлено раз в двадцать больше про которых мы точно не знаем если у них планшет или нет не ведут себя не так как те люди про которых мы знали оказалось что мы во первых и эффективность очень хорошие но это на самом деле с точностью до погрешности на галю что не стало ниже а охват в десятки раз больше то есть это вот классическая история про то что дала машинное обучение она позволила нам выявить обучивши на выборке тех про которых мы точно знаем что у них есть мобильное устройство выявить их всех в большом потоке хотя там мы ничего не знаем про наличие у них устройств но куча каких-то там особенностей в их поведении мы даже не знаем опять же как всегда какие именно факторы сработали какие-то но какие-то факторы в их поведении сработали и судя потому что вот сравнение по сути дела с контрольной выборкой степень заинтересованности была такая же ну вот значит она работает ну и собственно говоря поэтому когда на это дело продаем нашим уважаемым клиентам мы говорим им что ребят мы конечно не можем выявить людей которые всех мы можем выявить людей похожих на кого-то и вообще лючок похожий на вашего потребителя гораздо более смысл чем человек обладающий теме тому тем же суздем и потому что если человек там не знаю покупают конфеты определенной марки а потом вы занимаетесь выпущу нуту маркетологии занимаетесь обратным реверс инжиниринг что вот когда фирма мастер разрабатывала эти конфеты она ориентировалась на девочек 18-24 до хрен сна и на кого она ориентировалась я тоже эти конфеты покупаю я не девочка и мне не 18 но и вкусные ну что мне теперь ее показать нельзя поэтому давайте просто будем искать людей похожих на те кто уже точно известно что покупает ваши конфеты ваши автомобили чего там девять с клиентом вашего банка неважно вот и поиск похожих это вот одна из историй которые отлично решается методами машинного обучения и просто вот в качестве очень смешного примера как реклама вас везде достанет даже если вы думаете что вы не смотрите телевизор а это то что со стороны рекламодателей есть большой запрос на людей которые мало смотрят телевизор они начали осознавать что есть люди которые вот прекрасно себя чувствуют в интернете получают оттуда всю нужную им информацию совершенно не расположен смотреть телевизор у них рекламные бюджеты все уходят в телевизор кого-то не охватили кто только то есть вот сволочный смотрит телевизор и поэтому не увидеть моей рекламы не получится и поэтому они стали заказывать задачку как выявить вот этих которые вот гады такие менее часа в день смеют смотреть телевизор им надо эту рекламу которую не пропустили по телевизору солнце в интернет не надо выловить вот и оказалось что тут вот на самом деле просто не не некий пример того как приходится работать с разнородными данными вспоминаем и сегодня говорим про большие данные поэтому это вот и различные анкетирования потом поведение людей в панели поведения людей про которых мы знаем не протухшие куки на яндексе все анализ заметьте туда опять же вот цифра 200 различных поведенческих факторов все начинают скорости клика используя кнопки бэк числа открытых табов в яндекс браузере если у них стоит она до хрена всего но это вот опять же тот же самый масштаб это сотни поведенческих факторов а не одна какая-то вещь или три аля возраст пола и место проживания как в классе 200 разных факторов которые учитывал алгоритм на момент обучения ну и а оказалось вот а дальше пусто очень смешные результаты просто опять же привожу те при тот пример который понятен когда мы сумели выделить людей которые вот light телевизор со тех кто мало смотрит телевизор а это те кто очень много смотрит телевизор что у них наиболее контрастно в их поисковых запросах оказалось что вот эти которые телек удоверяют любят спрашивать про шарлотки и выкройки и сбербанк а вот те которые почему-то не хотят про книги спрашивают про формуле интересуются не меньше как и японским языком или жизнь у них такая вот кстати тоже оказался очень-очень-очень контрастный фактор который мы видели потому что в потоке запросов есть некоторое количество запросов латиницы почти у всех но доля оказалось очень жестко коррелирует с телесмотрением легко объяснить почему задним числом когда знаешь это но вот оказалось такой смешной даже не по типу запросов а просто по одному из характеристик потока запросов доля запросов латиницы можно сделать достаточно с высокой вероятностью надежное осуждение о том многое чек смотрит телевизор ну вот еще конечно больше не все конечно левых левых камень левых больше вот это хватит ребят я теперь перехожу к двум заключительным слайдом на самом деле это книжка я вообще-то надеюсь что у вас как правило стран ребята же я очень надеюсь потом кто захочет как-то могут ее там скачать или или презентация где-то выложены просто давали я просто с нашли начинать тут же записывать мне всегда очень обидно что если кто-то записаться печатками что они все-таки как-то могут более технологично что люди потом могли бы где-то это скачать вот поэтому подчеркиваю книжка вышла у нас сравнительно недавно была написана и и вышла в штатах в оригинале на английском в начале прошлого года начале тринадцатого года что означает что она писалась по материалам ну вот жизни в двенадцатом году с точки зрения актуальности того что там написано устарела уже безнадежно это область который за два года столько всего происходит что рассматривать ее как актуальную картинку не приходится но какие-то общие подходы идеи из чего все это выросло но то есть вот для первого знакомства она очень даже пригодна если кому-то интересно посмотреть не чистую математику а как бы вот не хочу употреблять свою философию но вот некие идеи что называется большими данными почему вот на самом деле сейчас переходим к следующему уже действительно заключительному слайду почему все более и более популярны становится вот такая вот фразу что данные это нефть 21 века и на самом деле хотя вот эту вот фразу была в каком-то модном интервью запущены год назад на самом деле если внимательно пока покопаться в истории вообще-то в 2006 году то есть достаточно давно очень известный маркетинговый анализ такой вот мишель палмер написал вот эту фразу если посмотреть даже там гугли в яндексе то там окажется что вот эта массовая цитата там 2012-13 года палмер то употребил даже более точный термин он написал в шестом году то есть восемь лет назад что дата это как данные это как сырая нефть и это правильно потому что они конечно полезные но пока вот они не переработанные они не могут их нельзя использовать это вот это правда та же самая которая действительно позволяет их сравнивать с нефтью что-то можем торговать и нефтью хотя это на самом деле гораздо менее выгодное занятие чем торговать бензином или пластиком который в итоге из этой самой нефти сделан поэтому вот ровно то что дальше пишет что их надо сначала превратить вот в бензин пластик в хим в химикат и так далее для того чтобы создать что-то полезное которое уже позволяет реально прибыльные вещи делать поэтому вот вся эта длинная фраза она ровно про то что сами по себе большие данные это опять же очень такой маркетинговый и немножечко простите меня за выражение булшитовый термин потому что сами по себе данные без внятных методов их обработки без идеи что у вас есть на выходе чего-то конечно стоит но самое главное это результаты не просто данный вот опять же как то что будет про браслет конечно браслетик продает пробуду джабон вот фирма выпускающие эти браслетики продает данные но в конечном счете почему эти данные покупают не потому что они сами по себе цены цены некие выводы которые из них разные компании могут сделать поэтому сами по себе питобайты данных лежащие на каком-то диске пока нет идеи во что их переработать в конечный продукт для рекламодателя в какое-то новое знание в конкурентное отличие вашего сайта сами по себе они значит мало поэтому вот история про данные она конечно сейчас становится страшно и интересны без них жить уже особенно невозможно но накопление данных не самоцель главное правильно задать вопрос тем же системам машинного обучения а теперь на основе этих данных скажите мне как правильно и дальше то что вам нужно как правильно показать рекламу как правильно этому человеку предложить пару на сайте знакомств как правильно предположить кто был на самом деле его прабабушкой вот более-менее все спасибо